Желаю здравствуйте. Извините. Ничего. Обязанность моя, как градоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений. Ну что ж делать? Я не виноват. Я право заплачу, мне пришлют из деревни. Он больше виноват. Говядину мне подают такую твердую, как бревно. А суп, он черт не знает, что плеснул туда. Я должен был выбросить его за окно. Он мне варит голода по целым дням. И чай такой странный, воняет рыбой, а не чаем. Да что ли я? Вот и свое воздействие. Извините, я право не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы, люди трезвые, поведение хорошего. Ну я уж и не знаю, откуда он такую берет. Впрочем, если что не так, то позвольте мне предложить вам переехать со мной на другую квартиру. Нет, не хочу. Я знаю, что значит на другую квартиру. То есть в тюрьму. Какое вы имеете право? Так вы смеетесь. Я дружу Петербурга. Я, я, я. Господи, боже ты мой, какой сердито и все узнал. Все рассказали проклятые купцы. Вот вы хоть тут со всей своей командой не пойду. Я прямо к министру. Что? Что? Не погубите. Не погубите. Жена, дети малые, не сделайте несчастным человеком. Вы сами посудите. От того, что у вас жена и дети малые, я должен идти в тюрьму. Я благодарю покорно, я не хочу. По неопытности, ей-богу, по неопытности, недостаточное состояние. Посудите сами. Казенного жалования не хватает даже на чай и сахар, если же были какие-то взятки. Ну, самую малость, к столу что-нибудь да на пару платьев. Кто-то унтер-офицерской вдовы, которую я будто бы высек. Вот это клевета. Это злодей мои, это такой народ, они на жизнь мою готовы покусить. За что? У меня никакого дела нет до них. Я не понимаю, почему ты мне рассказывать о злодеях или какой-то унтер-офицерской жене? Унтер-офицерской жене совсем другое дело. А меня вы не спейте, миссич. Вам до этого далеко. Ты что, смотри, ты такой. Я заплачу, заплачу деньги. У меня теперь нет. Я в том и торчи здесь, что у меня нет ни копейки. Ох, тонкая штука. Куда метнуло? Какого туману-то напустил? Разбери, кто хочет. Если впрямь вы имеете нужду в деньгах или в чем-то другом, извольте, я готов служить в сию минуту. Обязанность моя помогать проезжающим. Дайте, дайте мне войны. Я сейчас же расплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей двести. Или даже и меньше. Ровно, ровно двести рублей, хоть и не трудитесь считать. Я вам точно пришлю их из деревни, у меня это вдруг. А вы какие же благородный человек. Ну, теперь другое дело. Слава тебе, Господи, деньги взял. Теперь, кажется, дело пойдет на лад. Я таки ему вместо двухсот-четыреста верну. Как же, двести, когда тут это... Эй, Осип! Осип! Позови сюда трактирного слугу! А что же вы стоите, господа? Садитесь, садитесь. Садитесь, прошу покорничать. Ничего, мы и так постоим. Садитесь. Я теперь совершенно вижу откровенность вашего нрава, веродушия. А то, признаюсь, я уже думал, что вы пришли сюда за тем, чтобы меня это... А мы вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, прогуливались по делам должности. Ну, и нарочно зашли в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие. И вот, как будто в награду случай представил такое приятное знакомство. Я сам. Очень рад. Без вас, я признаюсь, долго бы еще просидел здесь. Совсем не знал, чем заплатить. Да, да. Рассказывай, не знал, чем заплатить. Что вы говорите? Осмелешься спросить, куда и в какие края ехать? А, это в Саратовскую губернию, в собственной деревне. Саратовскую губернию, а? Врет, врет и не покраснеет. О, да. С ним надо ухо востро. Что вы говорите, что? Благое дело, говорю, изволили задумать. Ведь вы чай более для собственного удовольствия путешествий. Нет, батюшка меня требует. Рассердился старик, что до сих пор ничего не выслуживал в Петербурге. Он бы так вот приехал, тут сразу тебе Владимир в петлицу дадут. Вот. Я сначала послал его самого потолкаться в канцелярию. Ай! Ну, прошу посмотреть, какие пули отливает и старика отца приплёло. И надолго, извольте ли, ехать? Право не знаю. Ведь мой отец упрям и туп старый хрен, как бревно. Ну, я вам прямо скажу. Как хотите, я не могу жить без Петербурга. За что, в самом деле, я должен погубить свою жизнь с мужиками? Теперь не те потребности, душа моя жаждет просвещения. Славно завязал узелок. Врёт, врёт и нигде не оборвётся. Ай, какой невзрачный на вид-то, кажется, ногтем бы придавил его. Что я? Справедливо, говорю, изволили заметить. Ну, что можно сделать? Глуши. Вот хотя бы здесь ночей не спеешь, стараешься для отечества. Не жалеешь ничего о наградах. Неизвестно ещё, когда будет. Кажется, эта комната несколько сыра. Да, скверная комната. И клопы. Такие, каких я в жизни не видывал. Мам. О, пожалуйста. Как собаки кусают. Скажите, такой благородный человек и должен терпеть от кого же? От каких-то негодных клопов, которым и на свет-то не следовало родиться. Никак, даже темно в этой комнате. Совсем темно. Хозяин завёл обыкновение не отпускать свечей. Иногда хочется что-нибудь сделать, почитать. Придёт фантазия. Придёт фантазия.